всем здравствуйте дорогие друзья как на как меня слышно здравствуйте всем у нас первый вопрос на эфире всем привет как нас слышно отлично слышно все супер слышно так ну что давайте пишите география какая география откуда нас смотрят да отлично нас просто сегодня на гости на прямом эфире группа поддержки у нас не пришла калининград белград украины афина и вижу белгород можно было все сканировать ребята просто всем привет сочи казани шкарова фемень германия германия пенза норильск утбурте москва ребят у нас сегодня свободная тема эфира у нас сегодня мы будем сегодня отвечать на вопросы по абсолютно свободным темам то есть самые лучшие вопросы я буду отбирать не обижайтесь пожалуйста на меня что я кого-то за вопросами задал кого-то не задал потому что мне нужно и записать вопрос мне нужно и просмотреть вопрос будем играть в рулетку кому повезет так ирина кто сегодня с нами присутствует сегодня с вами присутствует всем здравствуйте сегодня присутствует лишь и он из планеты шимор мид гаскау с планеты ислер раум тиан с планеты бурхат и его друг с планеты дисару которого зовут шан торис он является пилотом космического корабля который сейчас находится на лунной базе и он является ну как это у вас вас космическим исследователем то есть исследователем космического пространства и энергии свободного вакуума как физик по нашему то есть но это не просто физик который изучает всю физику а именно это узконаправленную тему энергию вакуума да я задам вопрос шан торису скажи мне пожалуйста у нас и мы все время эфир начинаем с какой-нибудь очень интересной галактической новости за последнюю неделю по нашему времени какая самая интересная галактическая новость о которой ты знаешь шан торис говорит приветствую вас дорогие земляне я очень много слышал о контактере и ирины и о ее деятельности которые она ведет через ваши средства связи через ваше средство видео а то информация которую она рассказывает о межзвездном союзе людям планеты земля и действительно я пришел на этот прямой эфир чтобы тоже отвечать на вопросы ознакомиться с тем что здесь происходит да и расскажу об этом на своей планете галактическая новость мы как раз сами гаскаусом и с рамтианом обсуждали эту новость когда вышли из физических тел и прилетели сюда по пути мы обсуждали эту новость она связана с моей родной планеты вернее с ее колонией которая называется лаух 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 даст да хорошо планета лаух даст который также как и наша находится созвездие геркулеса но несколько дальше от земли чем десару на расстоянии 1957 до 1950 с небольшим световых лет от земли от солнца новость связана с тем что в непосредственной близости от нее в опасной близости от нее вот-вот может взорваться вспыхнуть сверх новая звезда там живут сейчас около двух миллионов представителей десару который эта колония совсем недавно появилась и ухи около 60 земных лет назад и в расстоянии около 12 световых лет есть звезда которая может по нашим данным в том числе полученным и от возможностей цивилизации превратиться сверх новую сейчас туда вылетели корабли бурхада тонны соута и специальными энергетическими установками которые стабилизируют термоядерные процессы внутри звезды и одновременно цивилизация которая находится на десару да цивилизация десару совместно с цивилизацией шимора самыми ближайшими своими партнерами вывозят обитателей планету и всю инфраструктуру которую возможно на десару и как бы за это следить вся галактика ну и первый вопрос раз мы у нас сегодня свободная тема я тут увидел интересный вопрос с чем связано облысение мужчин после 40 лет мимо тема актуальна и для меня поэтому мига сказал с нами активе как биологу вопрос с чем связано облысение и метод биологические причины или духовной можно объяснить духовную биологическую ну из того что исследовал я это связано с той программы которая записана в большинстве случаев это связано с программой которая записана в днк этого организма об определенном периоде роста волос но бывает что это может быть связано с интоксикацией различными веществами в том числе там тяжелыми металлами которые и с интоксикацией различными там лекарственными препаратами или это может быть связано с психологическими причинами то есть то есть и мы уже переходим на уровень духовных причин это может быть связано с ощущением сейчас ну вот он мне говорит с чрезмерной активации если это облысение именно кожный кожного покрова головы это может быть связано чрезмерной активации шестого седьмого энергоцентра и при этом блокировкой или недостаточной активации первого второго то есть там как бы энергетика либо может быть противоположное что шестой и седьмой энергоцентр блокированы и из-за этого жизненной энергии не поступает в луковицы волос и из-за этого они как бы начинают выпадать разные причины ну я основные назвал генетика или вот эти вот духовные причины или интоксикации микрофон пощелки трещит микрофон интересно мы будем дальше попробуем немножко перевесить микрофон алё ой как меня слышен сейчас вы продолжим потому что у нас другого варианта нет сейчас слышно хорошо самара все отлично как всегда огромный у нас сегодня 4 присутствует инопланетянин я думаю что просто энергетика зашкаливает поэтому он потрески трещит не трещит а может вообще не надо не надо меня попросили вопрос задать такое вообще вот будут и прелюбодеяние как влиять на человека духовную структуру на его физическую структуру лишь и он хочет ответить как специалист по астральным взаимодействием блуд и прелюбодеяние блуд под словом блуд понимают частую смену половых партнеров без духовные без создания вот этот единство в духовной любви просто на уровне любви физической в лечение физического и без общих целей духовных которые могут привести там к созданию семьи и так далее прелюбодеяние это при имеющейся уже семье именно не просто семье а которая создана в духе и свете творца через за объединение цели и духовную любовь которые уже есть понижение вибрации одного из партнеров до ощущения отсутствия этой любви и притяжение нет не притяжение и его влечение к другому партнеру мы так понимаем значит а какие последствия это сходные последствия того и другого именно духовно интересует насколько понимаю физически это понятно физически это последствия это на уровне физиологии на уровне физического тела это естественно обмен там микрофлоры это там нежелательная беременность и так далее понятно но на уровне духовном и энергетическом последствия понижение вернее не то что понижение вибрации это зависит от причины опять пока по какой причине человек так поступает то есть здесь важны его мотивы если мотивы самые распространенные это поиск наслаждения через тело при пренебрежении духовной сущности и духовной стороной то последствием этого будет временная блокировка канала общение с высшим я и там депрессивное состояние и так далее до того момента пока человек растворит этот блок это первое духовное последствие второе духовное последствие он снижает свои вибрации если его будто или прелюбодеяние происходит с партнером который тоже состоит в отношениях то есть он прекрасно то есть он вступает в отношения не только со своим партнером но и с тем с кем он в отношении на энергетическом уровне и у того на энергетическом уровне появляется отторжение этого человека то есть там пока и взаимосвязь получается энергии и от этого на энергетическом уровне происходит связи то есть любой половой акт физических тел он приводит к тому что формируется в связи между партнерами и они тем сильнее чем больше и эмоции человек испытал в этом контакте дальше плиту при том что эти люди уже даже разлучились между собой эти связи все равно существует до тех пор пока не пройдет достаточно времени для каждого это по-разному но средний срок до около там пяти семи лет но это опять пора это средний срок или пока ты не провел специально энергетическую практику который давал еще мидга скаус для обрыва энергетических связей и если этих энергетических связей много они ослабляют ауру по той причине что та энергия которая образуется в другом человеке от его мысли и эмоции начинает обмениваться с энергии человека и в случае если он повышает свои вибрации а тот партнер остается в низких вибрациях например то хорошее свое настроение мысли образы по этой связи уходят другому человеку а по обмену по этой связи притекает его депрессивное состояние обычно это происходит ночью то есть когда в астрал выходит дух человека дух астральное тело его эфирное тело со мной сообщающимся сосудом можно так выразиться по вашей физике с эфирными телами тех с кем он связан то есть это вот такое последствие это действительно может значительно снижать вибрации и замедлять путь и замедлять движение по пути духовного развития про ислам и иудаизм уже там когда потому что первое это началось в организованы монотеистической религии это иудаизма ислам и воспринял уже потом что было он появился позже и иудаизма не сходные в этом отношении в этом отношении сходный подход ну то есть сходный ритуал по какой причине по той причине что исла и эгрегор ислама эгрегор иудаизма формировали цивилизации тумисоута в основном бурхат цивилизации бурхада они поддерживали помогали но это был проект тумисоута и тумисоутцы когда вышли на контакт еще с авраамом с авраамом перед этим они изучили религиозные религиозные культы которые существовали в окружающих авраам народов ну там в его собственном народе и так далее в то время это было около 4 тысяч лет назад чуть больше там в то время до около пяти тысяч лет назад в то время на земле господствовали культы относящиеся к поклонению плазмоидным цивилизациям и которые были тесно соединены с природой и в том числе был так называемый культ плодородия и этот культ плодородия он предписывал своим поклонникам то есть древним землянам относиться к половым органам что мужским что женским с религиозным почтением потому что это требовал магический ритуал так как плодородие которое было у мужчины по отношению к женщине что рождались дети она переносилась по законам магического представления о мире которая заменяла научное то время это представление переносилась на природу то есть мужчина мог оплодотворить своей силой там например там землю природу чтобы она там больше давала плодов я хочу напомнить что это была аграрная культура в основном и все это переносилась по аналогии и когда томисовцы изучили этот культ они решили чтобы создать новую религию они решили оставить не то что оставить а создать новый ритуал посвящение в новую религию мальчиков но основать этот новый ритуал на старых представлениях о самом священном органе для мужчины естественно в то время как я уже сказал это действительно был половой член так как это оттуда появлялась жизнь для древнего человека это был символ жизни все это сохранилось например в представлениях древних индийцев о лингами и так далее вот и в то время когда формировали эгрегор обрезание мальчика она символизировала посвящение части этого священного органа богу чтобы этот ритуал освещал человека в новой религии то есть позволял ему формировать новый эгрегор ну вот так вот было решено в томисовцы и когда уже спустя много тысячелетий несколько тысячелетий они стали формировать эгрегор ислама они пошли по тому же самому пути уже с арабами арабами которые произошли кстати а тоже от авраама через измаила там через все народы которые были в аравии благодарю вопрос очень интересный есть такая группа за третику у них тоже есть свой сайт я так понимаю они ведут свою информацию якобы эта группа дает какую-то информацию от на планете и они говорят что будет катастрофа 2021 по 2023 год какая-то якобы планета нубирус столкнется землей будет переворот полюсов и многое что другое что по этому поводу могут сказать наши межзвездные друзья по поводу будет ли катастрофы по поводу этой группы по поводу группы мы разговаривать не будем дело группы а будет ли катастрофа и вообще если какие-то катаклизмы с 21 года который просто и банка что-то предсказывала по этому поводу катаклизмов 21 года что наши межзвездные друзья могут сказать ну да вот сейчас мид госкаус спрашивает и конечно же интересует по какой причине дают такую информацию они смотрят будущее и видят в будущем эти катастрофы это же инопланетяне люди верят что они видят будущее понимаете ли да сейчас отвечает мид госкаус сейчас он тоже всех приветствует я отвечу на этот вопрос вот он мне сейчас говорит что инопланетяне это такие же духи как вы но воплощенные на других планетах если это имеется ввиду инопланетяне под видом инопланетян люди могут вступать в контакт с плазмоидами цивилизации но это то же самое те же самые духи воплощенный тонкоматериальных мирах то есть насчет будущего будущее много вариант на но все эти путешествия просмотр будущего в котором может быть катастрофа они появляются в ментальном ментальной реальности этого контактера не просто так появляется потому что на эту вероятность ему показывает определенная плазмоидная цивилизация то есть на земле существует определенные плазмоидные цивилизации которые заинтересованы в создании образа страшного будущего в любой форме это может быть проявляться форме катастрофы форме там потери контроля над своей жизнью форме там захвата правительствами там свободных умов людей создание из них там биороботов самых разных формах создаются специальные группы среди плазмоидов создаются специальные группы людей то есть да ну да людей контактеров до плазмоиды вступают в контакты с группами там своих контактеров которые живут в разных странах разрознены друг с другом но они соединены едины в том что они передают информацию в видении страшного будущего который якобы невозможно исправить или возможно исправить только тому контактеру которому передана эта информация либо его куратором для чего это делается для того чтобы плазмоиды прекрасно знает что эта информация благодаря интернету распространится практически на весь мир и найдутся те люди которые в нее поверят то есть вложат свою энергию и будут ждать приближение если тем более если названа дата хотя бы приблизительная но названа дата они будут ждать этой даты приближение то есть доверяя этому контактеру его куратором они будут ждать эту дату и при этом когда они будут ее ждать они будут ощущать что всю жизнь которую они прожили что они не успели сделать что она была бессмысленна что было бессмысленно там рождение детей которые могут погибнуть при наступлении катаклизма например и у них ощущение бессмысленности жизни плюс страха ее потерять соединяется такое хроническое депрессивное состояние и вот этим вот хроническим депрессивным состоянием выделяется энергия за которой и охотиться можно так выразиться по земному эти плазмоидные цивилизации то есть они для этого и делают чтобы этих людей сделать донорами они просто перешли на паразитический уровень существования вот сколько я видел предсказ сколько я видел негативных прогнозов будущего разбирался кем они даны но в 90 процентов это было именно так 10 процентов это были духовные существа которые были с уровня там с первого по то есть четвертого по шестой которые таким образом были в союзе с плазмоидами цивилизациями но просто больше подходили по вибрации что я хочу сказать если вы видите информацию в интернете который говорит что либо о страшном будущем да еще при этом называет дату вы должны понимать что это направлено на определенные эмоциональные состояния у того кто смотрит чтобы не обращать внимание чтобы оставаться в спокойном гармоничном состоянии света необходимо настроить свой духовный канал таким образом чтобы быть постоянным доверие богу в чем состоит доверие богу в том что полное признание что будущее знает только бог и те сущности кому он открывает будущее но бог есть любовь и он не откроет то будущее чтобы пугать людей который является страшным а он его просто предотвратит то есть он не даст совершиться тому что нарушает его плана ребята огромное количество контактеров в интернете говорят о том что наступит конец света я все время шучу а что будет если он не наступит у нас уже в этом году два раза они обещали наступление конца света и меня очень умиляет когда они потом после этого говорят что они спасли вместе с высшими духовными структурами нас от катастрофы мало того что обманули так еще потом спасли нас от этого так что все нормально ребят пока мы не поработаем со своим эго мы и дальше будем предсказывать и работать с деструктивными тонкоматериальными цивилизаций что такое литургический сон литургический сон это астральное путешествие которое по причинам духу либо по причинам путешествие в тот мир который понравилось ну как бы подошел по вибрациям этому духу он своей воли сократии ну как бы снизил интенсивно сейчас я подберу русский термин снизил интенсивность притягивания по жизни нити свое тело это первая причина вторая причина это изменение своем физическом теле при котором дух не может вернуться по причине там повреждения различных мозговых структур через которых проявляется знание астрально и просто дух находится в астральном состоянии астральном путешествие на не может соединиться то есть это по двум вот этим причинам которые происходят то есть проще говоря это сон но то есть астральное путешествие такое же как и обычный сон только она длительная по времени физического тела по разным причинам в самом духовном и вот физическим которое может быть повреждено тело моста вопрос представителю планеты гессару даже два к нему вопроса нет один вопрос почему как вы смогли так быстро развиться и войти в межзвездный союз вы же получается наши братья и вас переселили на другую планету почему мы до сих пор не в межзвездном союзе а вы уже в межзвездном союзе потому что когда наших предков перевезли 10 тысяч лет назад на десару мы были настолько благодарны этим своим создателям за то что они спасли нас венеры что мы согласились быть под полным не то что руководство под полной их заботой то есть о том что мы попросили их сами сформировать наши законы например мы у нас не было практически периода каких-то крупных войн и конфликтов мы сразу начали развиваться в контактах с представителями бурхада с представителями тумы соута с представителями того же шимора мы очень долго контактировали и те наши общественные деятели которые становились правительными они не дистанцировались от народа и от наших межзвездных друзей а всегда создавали условия для контактов то есть для контактов свои представители десару представители межзвездного союза иных цивилизаций в ином уровне плотности и духовных миров и по этой причине у нас не было такой материализма ухода в материализм и не было такого повсеместного да и не было такого повсеместного позиции такой повсемен повсеместной позиции обвинения космических пришельцев то есть как бы наших создателей в том что была эта война это было на так как погибло много землян и те поколения которые были после войны они постепенно вошли в контакт с плазмоидными цивилизациями которые поддержали их против межзвездного союза в том что представители межзвездного союза бурхатцы и томисосы не досмотрели за силбетовскими специалистами что они допустили войну и разрушение цивилизации а вопрос тогда представителю планеты бурхат а почему же нас тогда не взяли в межзвездный союз двенадцать тысяч лет назад когда мы все вместе здесь находились когда вы были когда мы были под вашим присмотром потому что когда вас создали и когда вы строили свою цивилизацию ваши земляне да ваши предки когда строили свою цивилизацию вы должны были дойти до определенного уровня осознанности чтобы принять как бы добровольное решение войти в межзвездный союз но даже до войны и те общины которые были распространены у них были до войны еще с силбетом у них были военные операции то есть ну нет ну не мировые войны но отдельные военные операции друг с другом военные сражения да и у них было уже желание вот у большинства плане у большинства землян до войны было желание все же идти своим путем развития кто-то хотел развиваться в природе там контакте с флазмоидами кто-то хотел развивать твои сверхспособности в храмах том числе с представителями звездного союза были такие контакты кто-то хотел мир звездный союз то есть но не было приди не было определенного выбора очень коротко вопрос такой кто управляет нашей планеты есть версия что нами управляют группа инопланетян которые сформировали у нас тайное правительство которое нами управляет правда ли управляя имеете виду правительственные структуры до или духовной имеется физические структуры кто нами управляет она правительственные структуры которые управляют вами это высшие государственные эшелоны власти, которые вам известны. Что касается правительства. Вот сейчас Рамтиан говорит, по сведениям Межзвездного Союза, по сведениям Межзвездного Союза, на Земле нет каких-либо тайных от землян организаций, которые смогли бы оказывать сколько-нибудь значимое влияние на политику и стратегию военных структур на Земле. Есть тайные общества, различные тайные общества мистического толка, которые пытаются, не то, что пытаются, а которые верят в то, что они своими мыслями руководят поступками президентов и так далее. Но эта вера, она у них основана, она у них не основана, не основана на фактах, то есть это просто их представление о той ментальной реальности, в которой они находятся. Такие мистические сообщества известны в земном обществе, и они действительно существуют, но они не оказывают влияния на политику. Почему они не оказывают влияние на политику? Потому что цели этих мистических сообществ они не совпадают с теми целями государственных законов, которые уже приняты. И там по-разному объясняют в разном мистическом сообществе, почему так происходит, в том числе с привлечением того, что все это происходит в некоторой параллельной реальности, либо что должно пройти время для воплощения их для воплощения их мыслей и мечтаний, там по-разному все это объясняют. Ну, короче говоря, попытки создать тайное сообщество для управления землей действительно есть, но они пресекаются разобщенностью целей и задач ваших глав, главных государств на земле. Понятно. Вот такой вопрос интересный. Много раз там наблюдаю. МИД или кто-нибудь из вас, кто-нибудь слышал про Чупакабру что-нибудь? Что это за зверь такой? Слышали. Ну, что это за зверь за Чупакабра? Ну, это не... Мы слышали, да, что... Ну, сейчас. Они слышали о том, если это то, о чем спрашивают наши телезрители, Чупакабра это некоторое животное, которое нападает на птиц и мелких животных и высасывает у них кровь. Это то животное? Да, да. Ну, по нашим данным, мы тоже... Вот я как биолог тоже проводил специальное расследование и во всех случаях расследования, то, что я смотрел отдельные проявления этого животного на земле, я не видел там ничего инопланетного, ну, то есть никакого инопланетного организма, никаких действий спецслужб. Это были те ваши мелкие животные, которые делают различные, там они бывают, несколько семейств в них входят, но это были ваши земные животные, они были разные в зависимости от зоны обитаемости, от страны, от климата и так далее. Но они были именно того вида, хищники, которые питаются кровью и делают подкопы. Вопрос такой. Наверное, тебе как биологу, Ванга говорила о том, что если исчезнут на земле пчелы, то исчезнет вся жизнь. Это правда? Пчелы играют колоссальную роль в опылении, в развитии растений, в опылении растений, в их жизни. Если исчезнут пчелы, пропадут многие виды растений, которые не смогут развиваться без опыления, то есть не создавая семян. Опыление позволяет создавать семена. Это их оплодотворение, по сути. И если исчезнут пчелы... Спасибо. Саша. Если исчезнут пчелы, исчезнут многие виды растений, очень многие виды растений, соответственно говоря, будет погибать животный мир, которые питаются этими растениями и, соответственно говоря, потом по цепочке пойдут гибель хищников и так далее. Да, то есть очень много чего изменится на земле. На земле нет ни одного бесполезного насекомого или животного. Это все взаимосвязано друг с другом. Так, понятно. Благодарю. Вопрос такой. Да, кстати, день рождения у Ирины 11 июля. Я вопрос там видел такой, но не мог перебить Ирина. Чем занята невоплощенная часть духа, когда часть его воплощена в человеческое тело? Опытом. Ну, как вот сейчас говорит Рамтиан. невоплощенная часть духа занята тем, что она получает опыт через тело, перерабатывает этот опыт, сопоставляя его с прежними воплощениями и со своими задачами, которые она ставила, когда посылала часть себя на воплощение. То есть когда воплощала частично через тело, первое. А второе, она корректирует, то есть посылает мысли через совесть, через интуицию, воплощенной части себя, чтобы подкорректировать путь жизни в материальном мире этого духа. Ну, конкретно там у вас, это конкретно на земле. И это занято, когда воплощенная часть духа находится в физическом теле. Когда воплощенная часть духа покидает физическое тело, в зависимости от своих вибраций происходит частичное или полное слияние с энергиями высшего, то есть невоплощенной части духа. И тогда он занимается тем, что гармонизирует воплощенную часть себя, подпитывает его энергией и посылает его, помогает ему просматривать в астральном пространстве сновидение в зависимости от своих впечатлений и так далее. И все это в сновидение вкладывает тот смысл, который может иметь значение для его жизни, то есть через образы, оно общается с ним образами и помогает потом вернуться в тело, соединиться с ним и снова подпитывает энергией уже его физическое тело. То есть фактически оно занято воплощением, воплощенной части себя, оно сосредоточено на нем. Существуют ли идеальные половинки, идеальные пары на Земле, допустим? Что это сказал? А, понятно. Что такое идеал? Идеал – это когда тютелька в тютельку подходит. Нет. Такого все люди на Земле, как и во Вселенной, все сущности на самом деле разные. Хотя мы имеем одну природу, но мы являемся уникальными личностями. Поэтому полностью двух одинаковых личностей не бывает. Нет. Две разные половинки тут спрашиваются. Как близнецовое пламя, там вот они имеют в виду. Есть ли две души, которые специально пришли на планету, чтобы соединиться? Дело в том, что Смитга сказал, что близнецовым пламенем называют совершенно различные виды сущностей и отношений этих сущностей. Бывают, называют близнецовым пламенем духа, который прошел рядом много воплощений. Бывают, называют близнецовым пламенем того, кто долго был ангелом-хранителем или там ангелом-наставником, или чьим ангелом-хранителем ты был в его прошлой жизни. То есть, очень много различных видов. Это та, с кем есть духовная близость. Причем, близнецовое пламя в разных воплощениях может быть не одинаковое. Оно даже может быть не одно, в разные периоды одного и того же воплощения. То есть, в принципе, идеальных половинок двух нету. Люди друг друга подыскивают по определенным параметрам их развития. Правильно я понимаю? Подобное притягивает подобное. Имеется в виду, что которые будут совпадать как ключ в замке. Но это аналогия идеального такого совместимости энергии. Она, конечно, может быть, но она не будет сразу. Над ней это и есть истинная любовь. И над ней на самом деле работают оба духа, которые встретились. Они вкладывают в отношение свою энергию. Они проходят период адаптации друг к другу. И со временем они могут слиться в такое единое существо образно говоря. То есть их там высшее я и их духи не сливаются по-настоящему, как это бывает с двумя кусками полустилина, например. Это происходит в энергетическом смысле, что у них формируется единый эгрегор двоих. И они потом двое могут выйти из воплощения практически одновременно. Или один может ждать другого в астральном. И они могут потом воплотиться опять же на другой планете рядом, но уже в других ролях, например, матери и ребенка и так далее. И пройти этот путь вместе. Но я еще раз говорю, что именно близнецы это двое, но это не значит, что в реальности будет двое. Их может быть трое, четверо, пятеро. И вот из-за этих чувствований близостей духовной на Земле есть лечение от групповой души, которая воплощается одна во многих. Это как раз вот это вот чувствование общности эгрегора, который был раньше. когда и куда исчезли динозавры? Во время войны динозавров были очень крупные особи динозавров, и когда во время войны 12 тысяч лет назад проводилась спасательная операция по спасению людей и животного мира, то были те корабли бурхатцев, которые смогли спасти ограниченное количество особей животных. Во-первых, было недостаточное количество кораблей, а во-вторых, сами динозавры были крупные и агрессивные существа, на которые нужно было определенным образом их обездвижить, парализовать и так далее. Но в то время уже были те прогнозы, что при изменении климата эти динозавры не смогут существовать в новом мире, поэтому все силы спасения направлены на людей. Понятно. То есть динозавров тоже куда-то спасли и вывезли? Не самих динозавров, а вот как мне показывают, как их яйца. Ну, их вывезли первоначально на Марс, а потом некоторые яйца динозавров вывезли на планету, которая находится в созвездии Большой Медведицы и сейчас там живут. Но они уже не те динозавры, которые земные, они там с измененной генетикой. Но они там действительно живут, но на землю их уже не привозили. То есть после разрушения экосистемы, которая была до войны, исчезли те растения большие, деревья, папоротники и так далее, которыми они не могли питаться, ну, именно травоядные виды. А хищные виды динозавров, им требовалось достаточное количество пищ, ну, то есть они были крупные и у них был быстрый обмен веществ, довольно-таки в том, что им требовалось много пищи именно мелких млекопитающих. А млекопитающих и так не хватало после того, как привезли спасенных и вышли из укрытий те, которым удалось выжить на земле. Люди, они ели? Динозавры? Да. Ну, нападения были, как и других хищников, но довольно редко, потому что люди, в отличие от современных, они умели гармонизироваться с плазмоидами и вступать в отношения с разумом животного, с животной душой. Да, большинство людей это умело. Ну, нападения были, но в основном они были по причине снижения вибраций человека и его выхода из состояния контакта с животным и растительным миром. Я понял. А почему тогда датировки динозавров идут много миллионов лет назад? То есть кости находят и говорят, они типа жили много миллионов лет назад. Но много миллионов лет назад они тоже жили. А тоже жили, да? Да, то есть, ну, по крайней мере, когда пролетели Томисоутсы, пять миллионов лет назад, они уже были. То есть, эта фауна уже существовала. Вот сейчас интересный, актуальный вопрос. Американцы нашли у себя в пустыне какой-то железный столб непонятного происхождения. Чего ты по этому поводу? Никто не знает. Дело в том, что сейчас они мне сказали нужно фото, но я Миду это уже показывала. Уже мне показывали это фото. Мид, пожалуйста, передай образ. Да, сейчас я тоже передаю. Тяжел. Да, по энергетике, значит, так, это не инопланетное сооружение по предположению, вот, например, Лешиони и Рамтиана. Да, во-первых, вот сейчас Лешиони говорится, сообщения Шимора были о том, что с орбиты Земли этот предмет был ну, очень давно виден. То есть, практически с 70-х годов, можно так сказать, с конца там 70-х, там, шиморские исследователи, которые там пролетали на одну из баз, вот, которая несколько южнее расположена в то время была, шиморская база, они уже видели этот предмет, ну, как бы, сверху фиксировали. но он был не обнаружен так долго из-за того, что там такое место, ну, как бы, малопосещаемое, там трудно такое доступное место. Чье это? Произведение? Ну, это произведение землян, то есть, это какой-то земной, ну, вот, кто у вас же из металла делает различные вещи. У вас то есть, это материал мы его, вот сейчас вот Лешионе говорит, что у нас на Шиморе было сообщение уже очень давно, что они сканирующим лучом как бы проверили, из чего он состоит, и это был ваш обычный металл, из которого вы делаете там железо с некоторыми примесями, другими, как сплав. Это был ваш металл. Некоторые, я не помню. Он говорит, я не помню его название, но это был ваш металл. Земной. Что такое сонный паралич? Ну, это Митга сказал, да. Сонный паралич – это состояние человека, в котором происходит частичный выход в астрал с сохранением частичной осознанности в теле. То есть, при выходе в астрал физическое тело, ну, там, в астрал, например, во время сна, физическое тело специальным гормоном обездвиживается, наступает паралич сонный. По той причине, чтобы физическое тело не повторяло движение астрального во сне. Если этого не происходит, физическое тело встает и начинает автоматически повторять движение астрального тела, что является лунатизмом. лунатизмом. Но бывает такая форма сна, в которой астральное тело, вернувшись, физическое, раньше, чем проснется, ну, как бы, войдет в состояние бодрствования головной мозг, раньше, чем выделится там определенный гормон, который приводит в... который выводит из сонного паралича все мышцы, тогда астральное тело, вернувшись, физическое, начинает чувствовать обездвиженность, но так как оно не знает причины этого состояния, оно начинает этого бояться, тревожиться, снижать свои вибрации, и из-за этого страха оно начинает привлекать к себе тех плавмоидных цивилизаций низкого уровня, которые перед ней начинают показывать различные образы и делать вид, что нападают на нее, чтобы напугать еще больше. Он видит этих существ или чувствует их присутствие по той причине, что только что вернувшись из астрала, он еще не полностью соединился с физическим телом, поэтому я и назвал первоначально это частичное осознание себя в астрале и частичное осознание в физическом теле в состоянии, когда оно еще, мышцы не проснулись, ну, очень просто говоря. Вот вопрос такой, Михаил, конечно, уже заспамил весь чат, но все равно задам я его. Что значит нести крест Иисуса Христа и почему мы его должны нести? Хороший вопрос. Не забыскалась. Да, Рамтиана, я как житель Бурхада, где живет Иисус Христос, он не просто живет, он иногда он проводит он проводит по нашему, так, это у нас не телевидение, да, аналог вашего телевидения, который есть в каждом доме Бурхада, он проводит, можно сказать, такие проповеди, которые доступны каждому. Иногда. Да. И вот он рассказывает о многих вещах, о чем говорил и на Земле, и во многих мирах, где воплощался. Что касается нести крест. Дело в том, что когда он рассказывал своим ученикам, давал заповедь «Возьми свой крест и следуй за мною», а тот, кто этого не сделает, не может быть моим учеником. Что он имел в виду? В том времени, когда он это говорил, он знал все варианты своего будущего, как первородный дух, которому это открыл Бог, он, да, как первородный сын Божий, которому открыл это сам Бог, он знал и тот вариант, что исполнится насчет распятия на кресте и что он будет сам нести крест для своего распятия. Так вот, он эту заповедь давал своим ученикам в образной форме. Я сейчас переведу с образной формы на обычную, потому что на Бурхаде детей, ну то есть людей, гуманоидов на Бурхаде учат с раннего детского возраста, как различать образы, что они означают. У вас, к сожалению, на земле, в школе этой науки не пропадают, да. Так вот, образ креста, он был непосредственно связан с образом распятия на Голгофе и его жертвы. Свою жертву, великую жертву за людей Иисус Христос совершил только по мотивам своей любви, абсолютно добровольно. Никто его не то, что не заставлял, никто даже не просил его это делать, он сам добровольно на это пошел, чтобы помочь людям повысить свои вибрации. Но для того, чтобы это сделать, он должен был перенести определенные испытания. То есть без креста, на котором его распяли, не было бы этой жертвы и не было бы повышения вибрации так, как он задумал. Так вот, когда он об этом говорил ученикам, возьми свой, кто хочет быть моим учеником, кто хочет быть моим учеником, пусть возьмёт свой крест и следует за мною, и следует за мною, он имел в виду, что эти слова прочитают потом в будущем уже те, кто будет знать про его распятие и про тот его мотив, по которому он это делал. Так что он имел в виду? Он имел в виду, что если вы хотите безусловно любить, безусловно любить это всегда приносить жертву. В чём жертву? Потому что это именно безусловная любовь. То есть она не требует замен, не просит замен никакой взаимной выгоды, там, отдачи или платы за неё. Это и есть жертва в том, что человек ощущает себя просто источником. Жертвует при этом он не просто людям, которым он отдает свою любовь, он жертвует это Богу за ту энергию, не то, что за ту энергию. Он это отдаёт бескорыстно, свою любовь, каждому воплощённому духу как части того Бога, в которого он верит и частью которого является он сам. но для его физической, если он воплощён в физическое тело, для его физической части существа это жертва в том смысле, что при этом он не занимается, например, своими там делами, которые могли бы полностью удовлетворить все желания физического тела. То есть он просто тратит время на безусловную любовь в каких-то своих действиях. но при этом его физическое тело, оно приносит некоторую жертву, да. И здесь крест, он был символом не просто приношения этой жертвы, а вот этого пути, по которому человек проходит путь сомнений, тревог, отказа там от своих эгоистических целей ради вот этой вот безусловной цели, которую мы сейчас обозначили, безусловная любовь, бескорыстная любовь, свет, счастье, радость и излучение этого во весь окружающий мир. Это путь, действительно, путь любви, путь сердца, который известен во всех религиях. И здесь не обойтись без тех сомнений и тревог, что человек хочет оставить этот путь и вернуться на путь материалистическое восприятие и материальной жизни. И это и есть нести свой крест, то есть не бросать его вот этот вот крест, вот это вот состояние отдачи. Еще нужно вспомнить, что крест, он имеет четыре окончания, то есть всем стихиям. Его распяли на кресте, который был древнеязыческим алтарем. То есть он отдал свои энергии во все плазмоидные цивилизации. Воды, воздуха, земли и огня. Также нести крест, это значит на все четыре стороны, во все стихии, во все народы земли отдавать эту любовь. Отлично. Вообще по поводу Христа можно разговаривать очень долго. Очень долго. Зачем нужен сон человеку? Для того, чтобы его физическое тело, первое, для того, чтобы его физическое тело могло восстановиться в том, чтобы выделились необходимые гормоны для формирования новых нейронных сетей, для того, чтобы, да, в его головном мозге, для того, чтобы мышцы физического тела успели регенерироваться от той деятельности, которая у него вели на земле, для того, чтобы все клетки тоже у них происходят, там, пищеварительного тракта, печени и так далее, тоже происходит ускоренная регенерация, в то время, когда дух уходит, жизненная сила направляется на регенерацию. Мит, подскажи, пожалуйста, вообще, можно ли лечить онкологию и как? Конечно, можно лечить онкологию, как и любую болезнь, выявляя духовные причины этого заболевания, общаясь через свое высшее я с наставниками и, да, у высшего я спросить духовные причины этого заболевания и попросить высшее я знать как бы у наставников, что нужно сделать, чтобы остаться в этом воплощении, какие свои качества развить, какие убрать и так далее, и работать над этим. А чтобы ускорить восстановление физического тела, нужно уже смотреть на физическом уровне, какая там именно патология, что там конкретно вызвала онкология, то есть там много причин, паразитическая флора, различные там мутации клеток и так далее, но и практически всегда сниженный иммунитет, который нужно восстанавливать там, в том числе физическими методами, но обязательно в союзе со своим высшим я. Как избавиться от тревожного состояния? Ну, давайте я отвечу на этот вопрос. Можете обратиться к специалистам центра нашего, по записи, записаться и пройти на высшее я, и уже с высшим я пообщаться, и оно вам прекрасно даст обратную связь по поводу того, откуда у вас возникло тревожное состояние, чем оно обусловлено, и как с ним дальше работать. То есть это можно все делать через высшее я со специалистами нашего центра. Так, правда ли, что на Земле есть базы негативных инопланетян? То есть негативных это... Ну, негативных это тех, которые хотят нас, наверное, нам сделать плохо, нас уничтожить, может быть. Ну, негативных в плане тех, кто может нам что-то плохое сделать. Цивилизация земная? Да. Правда ли, что есть у них здесь базы, и они здесь что-то затевают против нас? Нет. Любые базы, что Межзвездного Союза, что любых цивилизаций, которые не входят в него, а входят в Галактическую Федерацию Света или Межгалактический Союз Цивилизации, они в любом случае берут разрешение на строительство базы Межзвездного Союза, и там очень, можно сказать, строго проверяются цели и задачи создания этой базы именно на Земле. И какие специалисты там будут работать, и почему им недостаточно базы на Луне и так далее. То есть это все проверяется. А вообще на Земле какие базы, каких пришельцев находятся? В настоящее время на Земле, и это не только которые Межзвездного Союза. Вообще, да. Какие базы на Земле находятся на Земле? Кто допущен вообще к контакту с Землянами? У нас вообще допущены к контакту с Землянами представители тех цивилизаций, которые либо входят в Межзвездный Союз, либо с разрешением Межзвездного Союза те специалисты из другой цивилизации, которые будут изучать вашу. Что касается баз, в настоящее время с учетом, да, в настоящее время с учетом тех баз, которые построены были недавно, то на Земле сейчас 55, 56, извиняюсь, инопланетных цивилизаций имеют базы представительства на Земле. Ну, это имеется в виду и те базы, которые не входят в Межзвездный Союз, ну, как бы, цивилизации, которые не входят в Межзвездный Союз. Количество специалистов на них и количество самих баз, оно постоянно меняется, то есть, ну, на сегодняшний день это там около, насколько я помню, там 700, около, уже ближе к 800, по-моему, да, уже сейчас баз, более, они сейчас строятся. Но они имеются в виду, здесь я уже посчитала, и те, которые автоматически, ну, то есть там роботы просто. Я понял. А вообще, сколько вообще цивилизаций, сколько галактик, входит, вопрос, сколько галактик входит в Межзвездный Союз? Межгалактический? Нет, в Межзвездный Союз. Сколько галактик входит в Межзвездный Союз? Нет, галактика одна, наш Межзвездный Союз, Млечный Путь. Наш Межзвездный Союз, это галактика, Млечный Путь, и все цивилизации, которые есть в Межзвездном Союзе, с этой нашей галактики, гуманоидного типа, я правильно понимаю? Да, конечно. Но сам Межзвездный Союз входит в межгалактический. Я понял. А в межгалактический Союз сколько галактик входит? Ну вот на настоящий момент туда входит... Вот мне сейчас показывают цифру 80... Нет, да. А, еще одна, хорошо. 87 цивилизаций. Ну, 87 галактик, что я говорю, да. Да. И то, те галактики тоже могут входить в какие-то ассоциации уже, да, там такая система. Вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о духовном 23 уровне. Я вам скажу так, ребят, у нас есть... У нас есть описание. У нас есть в Инстаграме Кассиопея Левел. Есть как раз под описанием этого видео. Там делает у нас девочка Олеся расчет духовного уровня. Там очень все подробно расписано, описание духовных уровней. То есть вы можете найти под описанием этого видео Кассиопея Левел, туда заходите и там все читаете о духовном уровне. Там же вам и рассчитывают этот духовный уровень. Кто там плачет? Не надо плакать. У нас... Хочу новость сообщить. У нас открылся новый проект. Он называется Космо Хилинг. И мы на этом проекте проводим с целителями. На данный момент времени это Гузель. Она работает с Межгалактической медицинской службой. Она проводит онлайн сеансы исцеления. По поводу проекта Космо Хилинг можете узнать у нас в группе ВКонтакте. Я думаю, что будет ссылочка под этим видео. Я ее поставлю потом попозже. То есть мы открыли очень классный, грандиозный проект, где каждый человек может попробовать работать с Кураторами Межгалактической медицинской службы. Каждому человеку, участвующему в этом сеансе, будет обязательно дан Куратор во время сессии. Сессии, которая направлена на гармонизацию вашей энергетики, на самоисцеление. Да, точно. Так, что значит рез? Мит, расскажи, пожалуйста, у приматов, из которых мы произошли по теории Дарвина, положительный резус-фактор. У них нет отрицательного резус-фактора. Что означает отрицательный резус-фактор у человека на Земле? Не говорит ли это о его инопланетной природе или какие-то иные моменты? У приматов нет, из которых мы произошли, отрицательного резус-фактора. А у нас есть. Почему? Да, у приматов был... Что такое резус-фактор? Я вам сейчас объяснить. Это белок, определенный белок, который входит в состав крови. И он может либо отсутствовать, либо присутствовать. Действительно, у большинства землян, как и у предков, тех, которые скрестили... Да, и тех предков, из которых получилась гибридизация, действительно, этот фактор в крови присутствует. Но примерно, ну, еще до войны, то есть это было точно установлено нашими учеными, ну, по крайней мере, предполагается, потому что мы не проводили таких исследований там, когда именно произошла эта мутация, но произошла мутация еще до войны. Большинство предположений наших ученых о том, что произошла мутация еще до войны, благодаря которой родился человек с отсутствующим этим фактором, и он начал передавать это дальше по наследству. Некоторые предположения говорят о том, что эти мутации были точечные в разных там областях Земли. Некоторые считают, что это был один... Какие-то инопланетяне занести этот ген, допустим, там спаривались, может быть, с нами, с людьми, либо как-то еще? Дело в том, что у тех инопланетян, которые были на Земле, у них действительно, вот, например, там, бурхатцев, вот, умисовцев и так далее, у них отсутствует этот фактор в крови. То есть у них нет отрицательного результата? У них отсутствует вообще фактор этот положительный, ну, то есть он не положительный. Вообще фактор отсутствует? Обсутствует, да. У них нет, этого белка нет. Это только у примата вашего был. Ну, то есть, который, земного, да, примата, который... И, ну, в их... Ну, да, есть такие предположения, что от браков там с томисоуцами, с бурхатцами и так далее, от смешанных браков действительно произошла эта мутация, но не то, что сам отсутствие резусфактора перешло по наследству, что это могло повлиять на ДНК. Ну, это лишь одно из предположений. Есть много предположений от теории о спонтанной там мутации. И есть факт, что у томисоусов и у бурхатцев, так как они не произошли от земных приматов, у них этот фактор отсутствует. Вот хороший вопрос. Существует ли розовая цивилизация пришельцев? Хорошо, хоть не голубая. Это шимор. Голубая шимор, да. А существуют ли розовые пришельцы? Розовая кожа. Существует такой красный... Он у вас такой, который ближе как к красному цвету. Но эта цивилизация, она не входит в межзвездный союз, хотя активно совершает полеты. Она, значит, находится в созвездии Южный Крест. И она активно совершает полеты по своей и соседней звездным системам. Она несколько обособлена от межзвездного союза. И они не прилетают, ну, как бы в эту область галактики, а не в другой области галактики. И они не прилетают в эту область галактики, хотя, например, планета Тумисоут, она с ней контактирует, но они просто хотят наладить, можно сказать, торговые отношения, не вступая в межзвездный союз. Так. Вот, ну, данный последний вопрос, крайний, сейчас, наверное, два последних. Почему раступилось море у евреев, когда их Моисей переводил через это море? Это какое-то было природное явление? Нет. Или это было сделано? И кем это было сделано, если это сделано? Моисей переводил евреев через пустыню, а над ним летел корабль Тумисоутцев, который его сопровождал. Когда они подошли к морю... Ну, мы даже об этом в Библии сказали, что огненная колесница шла перед Моисеем. Это так было описано? Летело облако. Написано, летел облачный столб. Дело в том, что в Библии написано, что каждый день это сообщество евреев, которое вел Моисей и Аарон, сопровождало, не просто сопровождало, а вело впереди, как бы летело перед ними облачный столб. Это есть в Библии, конечно же, но этот облачный столб... Дело в том, что это слово «столб» был еврейское, и он обозначал такую фигуру в небе, которую вы бы сейчас назвали сегорообразным объектом. Просто у них не было ассоциации с сигарами, а в то время их еще не выпускали. Что-то курили, но явно не сигары, да? То есть они не могли назвать сигарообразный объект летел перед нами. Они назвали облачный столб, в котором был Бог. Да, в котором было присутствие Бога. И когда евреи подошли к Красному морю и уже увидели погоню, фараон передумал их отпускать, и уже увидели воинов, которые должны были вернуть в Египет. Святой Моисей, он был с посохом, он поднял, молясь Богу, и в этом посохе был вот такое, можно сказать, передающее устройство, ну, что-то наподобие сканера его тела, который передавал его состояние. То есть оно было заложено в посохе. В том числе в нем и чип был, но еще в посохе был дополнительный такой, как бы, он говорит, передатчик энергии. Где? Да. И на этом корабле послали луч, который антигравитационный, ну, такой вид антигравитационный луч, который был направлен не чтобы поднимать предметы, а был направлен в стороны, чтобы этой гравитацией, которая была направлена перипендикулярно поверхности Земли, все эти воды раздвинуть, можно так сказать, воду раздвинуть на две стороны, и составились как вот две стены из воды, а был вот такой луч, а внутри этого луча гравитация была нормальная, то есть это так называемый антигравитационный луч с боковым вектором воздействия. Вот это нормально вообще. Да, даже с круговым, да, потому что там вот как вот круг такой образовал, можно так сказать. А, то есть они в кругу шли, они шли не по прямой, они как будто в гравитационном луче шли, да? Да, в луче внутри, но у них гравитация была нормальная, то есть там она не уменьшалась. То есть можно здесь создать по этому лучу, забрать, а можно этот луч направить, чтобы он сделал другую гравитацию, да? Да, просто это такое, направление энергии там есть такое. В этом томисовском корабле была такая аппаратура, которая могла создать такой эффект. А когда последний человек перешел на другую сторону моря, в это время уже они пошли, они еще стояли, смотрели на это море, удивлялись как бы этому чуду, но они это поняли, это божественное чудо, их бог сам спасает, это и гиптян. И в то же время уже противоположного берега достигло вот это вот войско, в которое был сам фараон. И они погнались по берегу моря, а чтобы они их не догнали, это гравитационное поле исчезло, и вода на них... Я понял, ладно, это все в книге напишешь. Это все есть в Библии, на самом деле. Да, есть в Библии, и будет, наверное, скорее всего, в книгах, которые сейчас уже вторую книгу пишем, мы еще пока ничего не выпускали, не издавали. Пока, наверное, не будем тратить средства на выпуск книги, а все средства, которые сейчас поступают и которые у меня есть, мы сейчас вкладываем в строительство центра. У нас, значит, будет школа открыта вместе с хостелом после Нового года. Значит, в Новый год у нас замечательный ретрит в Абхазии, набор мы уже сделали, и поэтому, наверное, мы сейчас... Последний вопрос, Ирина. Давай его выберешь сама. Так, сейчас попробую. Давай, последний вопрос. Сейчас Ирина выберет сама. Мит или Шиони, выбирайте. Нет, они сейчас ничего не видят, потому что на самом деле это сложно сосредоточиться. Теперь я вообще не понимаю, что за вопросом. У нас идет просто простыня вопросов. Нет, мы не успеем. На любом вопросе остановлюсь. Давай, давай, останавливайся. Сейчас. Что такое, Ирина? Я остановить даже не могу. Вот. Нет, не остановлюсь. Не могу остановить вопросы. Ребята, заглючила интернет. Сейчас, сейчас, сейчас. Что творится? Сейчас, сейчас. Я сейчас останавливаю, подождите, вопросы. А они не останавливаются. Да стой же. Нет, это невозможно. Сейчас. Ага. Да сейчас. Да что же случилось? Не хочется оставлять вопросы у нас. Сейчас. Ребят, у нас что-то то ли плазмоиды вопросы. У нас вообще просто простыня вопросов идет. Так, ладно. Пока идет простыня вопросов. Скучают ли души умерших по родным? Бывает. Такое бывает, да. Если они, бывает, что они хотят их увидеть, приходят им во снах, вспоминают о них в духовном мире и посылают им свою энергию. Да. Очень многие помнят, конечно, своих родных и близких. Расскажите, пожалуйста, а в чем отрощенный лук? Я не могу остановить вопросы. О, остановил. Давай, вот прям. Свидетели... Его, есть такое христианское направление. Они живут по Библии. Что вы можете сказать о них? Можно ли доверять их трактовке Библии? Благодарю за ответ. Так. На секту сразу нарвались. Кто будет отвечать по свидетелям? Может, любой. Давай, Витя. Хорошо. Да, Рамтиан. Ну вот сейчас они... Да, Рамтиан, да, хорошо отвечает. Рамтиан говорит о том, что это, да, это свидетель Игова, это такое христианское направление, в котором были некоторые искажения Библии, связанные с, ну, как сказать, с искаженным пониманием некоторых мест, вырванных из контекста. В частности, это вопрос как бы учение свидетелей Иеговы о запрете переливания крови, пересадке органов, некоторые особенности восприятия Христа, как Архангела Михаила, хотя они разные сущности. постоянное призывание и ожидание конца света, несмотря на то, что сами свидетели Иеговы обучают своих последователей, что большинство людей при конца света погибнет, несмотря на это ожидание и желание этой погибели для людей и отсутствие учения о бессмертии души, хотя в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете есть ясное учение именно о сохранении сознания и души после смерти тела. Здесь просто искаженная трактовка того, кто выпустил первые книги на тему свидетелей Иеговы, его фамилия Рассел. Он был действительно, по нашим данным, он был действительно контактером с... ну, по нашим данным, он был действительно контактером с некоторыми деструктивными плазмоидными цивилизациями, которые ему давали искаженное понимание Библии, которую он уже писал в своих многотомном труде и исследовании писания. Ребят, если сейчас сможете подписаться на канал, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Если сейчас будет хотя бы 30 подписчиков, которые успеют подписаться, за это время, пока я говорю, мы еще один вопрос пройдем спокойно. И жду от вас... Да, тысячу лайков уже дали. И лайкните, пожалуйста, нас тоже, чтобы у нас побольше лайков было и подписчиков, чтобы нас увидели все. Давайте еще один вопрос. Пока вы лайкаете и подписываетесь, я хочу тогда дать вам время и Ирине дать возможность ответить на еще один вопрос. Давайте попробуем простыню еще раз эту запустить. Я сейчас ее остановлю на ближайшем вопросе, прямо на первом, на котором попадется. Сыворотка правды. Как и чем силбетовцы ответили и поплатились за нападение на Землю? Наверняка же был некий межгалактический суд по этому событию. Да, был суд, можно так назвать по-земному. Ну как, был суд в Межзвездном Союзе, и их отправили на планету преступников, на пожизненное... ну как бы организаторов этой войны и ее участников, которых арестовали представители Межзвездного Союза, их отправили на пожизненное заключение на планету преступников в Союзе Ована, в котором такие условия на этой планете... Такие условия на этой планете, что они лишены возможности летать в космос, они лишены возможности общаться там со своими родными, они физически на этой планете... преступники должны физически работать и получать за эту пищу и жилье. То есть, ну, они без возможности выбраться на этой планете, но у них есть возможность духовно развиваться, то есть у них есть библиотеки знаний, потом у них есть специальные, можно сказать, психологи, которые с ними работают и разбирают причины их такого поступка. Ребят, если сейчас оставшиеся люди наберут 2000 лайков, и мы не уйдем. Серьезно говорю. Подписчиков уже есть 30, как я обещал. Еще один вопрос. Давайте мы сейчас прям первый вопрос останавливаем. Да. Так, всю неделю ждал, чтобы задать 10 вопросов и не один ответ. Давай. Ну подожди, сейчас мы... Это кто у нас? Это Назим Гусейнов. Назим, ну у тебя и так было огромное количество времени. Ты до этого получал очень много вопросов. Так, ответов да. 2000 лайков сейчас наберемся, сразу останавливаю простыню на 2000 лайков. Что-то это меня в азартные игры потянуло. Уже просто азартный интерес, сможем ли мы действительно набрать эти лайки. Да, конечно. А то все у нас, кстати, ютуберы, собирают эти лайки. Я правда... Нет, я знаю, наверное, зачем. Для того, чтобы просмотров было больше. Я, конечно, тоже хочу, чтобы нас увидел весь мир. 1900... Ну, сейчас нет еще 2000 лайков. О, есть. Останавливается. Я прям не... Так. Да, я всех благодарю. О, и вопрос такой, наверное, действительно будет последний, потому что он долгий будет. Как появились разные расы на Земле? Мит, наверное, ты можешь отвечать? Да, конечно, биолог будет отвечать. Разные расы появились на Земле после войны 12 тысяч лет назад. В ходе точечных направленных мутаций уже созданный генетический аппарат с целью, с двойной целью приспособить разные расы людей к жизни в различных климатических поясах Земли и создать условия и предпосылки для создания разных народов после скрещивания между собой различных рас для того, чтобы... Ну, как бы приучить людей, не приучить, а отдать урок людям, чтобы они смогли развить смелость и любовь в контакте со другой расой. То есть, ну, борьба с ксенофобией и так далее. И это могло бы помочь войти в Межзвездный Союз, где многие сотни рас очень сильно отличаются с Земля. Тут вы говорите, давайте 3 тысячи лайков. Если будет 3 тысячи лайков, я еще на 10 минут продлю трансляцию. Так, еще больше. Ребят, спасибо действительно за эфир. Мы очень были рады ответить на ваши вопросы. Благодарю всех. Спасибо за эти лайки. Спасибо за то, что вы подписались на нас. в этом эфире для того, чтобы не пропустить последующие эфиры. У нас есть очень хорошая новость. У нас огромное количество материала. И, наверное, в ближайшее время мы практически каждый день будем выставлять эфир. Новый эфир. Почему? Потому что мы просто не можем копить этот материал. Каждый день у Ирины происходят конференции. Причем конференции по всему миру. По скайпу. Очень интересные вопросы по химтрейлам у нас сегодня были. А он мне так и не знал про химтрейл. Ну, да. Очень интересные по тайному правительству. То есть нам сегодня, нашими звездами, друзья рассказывали огромное количество информации про то, как нас обманывают, про то, как нами управляют деструктивные возможности цивилизации, про то, как нас заставляют находиться в страхе, не давая возможности исправить ситуацию. Поэтому, ребята, огромное вам спасибо. Мы сделаем огромное количество эфиров. Мы вас всех благодарим. Я отдельно благодарю каждого из вас, который помогает мне сейчас строить центры своими благодарностями, своей помощью. Потому что я ее действительно чувствую. И к Новому году будет построен уже первый небольшой центр. где будет школа для обучения и хостел. Все обучения и все оплаты у нас и в центре, и в хостеле по сердцу. Но только в соответствии с... Если вы будете согласны с условиями нашей школы. Поэтому, ребят, до новых встреч. Спасибо вам огромное, что были вместе с нами в эфире. И как это... Тень моя видна. Ребят, спасибо большое. Все, всем пока. Всем пока. Да, до новых встреч, друзья. И все представители Международного Союза передают вам привет и свет своей любви. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok